Спортивный лук, который принимал участие в чемпионате России, в Кубке России, в международных соревнованиях, одним мановением легкой руки барнаульской генерации превращается в ничто. За кадром председатель правления Краевой Федерации стрельбы из лука. Новогодний подарок ему и другим спортсменам принес водопровод. Как вы видите, уровень воды стоял на вот этой отметке. Здесь в результате порыва затопило горячей водой. Температура была очень высокая. И пострадало имущество Алтайской Краевой Федерации стрельбы из лука. Дорогостоящие стрелковые оборудования, вспомогательные оборудования, много оргтехники пострадало. Спортклуб Федерации стрельбы из лука – это мишени, компьютеры, обилие оборудования для ведения трансляции, приближения тренировок к соревновательным условиям. А главное, конечно, луки. Луки деревянные, идет расслоение. Деревянные плечи, они композитные, то есть есть деревянные вставки. Это все идет на расслоение. Спортсмены Федерации готовились к чемпионату и Кубку России по стрельбе из лука. Участие отменено, подготовка сорвана. Спортсмены не верят, что инвентарь можно восстановить. Валентин Киселев – один из первых стрелков Федерации в чемпионате. На него и его лук делали ставку. Стоимость лука – это спортивный инструмент. Если взять то, что лежит на столе, это порядка 200 тысяч рублей. В момент затопления, черта, по которой, после изменения, он был в кипятке. В связи с тем, что часть лука попала в кипяток, я на сегодняшний день боюсь даже стрелять с него, что произойдет, что будет с этим луком. В прошлом году Федерация выиграла президентский грант на развитие и популяризацию стрельбы из лука. Купленное оборудование тоже оказалось на плаву. В конце недели министр спорта Края встретился с представителями Федерации, чтобы выяснить масштабы потерь и пути решения проблемы. Не по-чиновничею, а по-человечески. Поэтому даже если нет резервов, мы вместе сядем, подумаем и придумаем. Бывало. Бывало и хуже. Поэтому самое главное – все живы-здоровы уже. А что-то купить, докупить, отремонтировать – я думаю, это разберемся с этим. Разобраться предстоит из Федерации Тхаквандо. Их спортзал находится по соседству с клубом лучников. Только летом отремонтированные стены за несколько дней покрылись плесенью. Представители обеих спортивных федераций говорят, что коммунальные службы сработали ужасно. Воду не откачивали несколько дней, хотя она продолжала прибывать. Не отключали электричество. В администрации города нам пояснили, помещение не затопило бы, будь гидрозатворы исправны. За них отвечала управляющая компания ДЭС-2, которая обслуживает дом и была обязана проверить наличие и исправность гидрозамков во время подготовки к отопительному сезону. Нас в ДЭС-2 заверили, что неправильно сработала именно ресурсоснабжающая организация. Причины аварий будут выяснять. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.